Именем Николая Островского названы у нас школы, улицы, совхозы, пионерские дружины. В канун юбилея писателя в Северный речной порт Москвы пришел пассажирский теплоход Николай Островский. А скоро со стапели Ленинградской верфи сойдет новый современный теплоход Павел Корчагин. Имена литературных героев, имена вымышленные, не принято присваивать городам, улицам, кораблям. Но имя героя книги «Как закалялось сталь!» настолько дорого и близко нам, сказал на торжественном вечере, посвященном 75-летию Николая Островского, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Николаевич Пастухов, настолько оно слито с образом самого Островского, связано с историей комсомола, что мы решили это правило нарушить. На вечере в колонном зале Дома Союзов люди разных поколений, писатели, космонавты, молодые рабочие говорили о том влиянии, какое на них оказало творчество Николая Островского. Нежная весенняя веточка молодого дерева и суровый штык были вытеснены на обложке первого издания романа «Как закалялась сталь!». Вы сейчас видите кадры кинохроники тех далеких лет. Островский работал почти вслепую. Новичок в писательском деле, он не хотел для себя никаких скидок. В этой предельной требовательности к себе тоже урок жизни Островского. Какой радостью для всех были 10 тысяч экземпляров первого издания книги. С тех пор она издавалась 584 раза. Тираж ее вырос до 30 миллионов экземпляров.